Существуют ли женщины по энергетическому отпечатку, но которые находятся в мужских телах? И наоборот, это дисгармония, которую нужно исправить, или просто так бывает? Если так бывает. Я вообще не понимаю теорию каких-то энергетических отпечатков и гендера. Есть женщины более янские, есть женщины более инские, есть мужчины более инские, и мужчины более янские. Тогда изначально существует ли женская и мужская энергия, или существует инская и янская энергия? Просто знаешь, конечно, по шаблонам можно сказать, что существует это сознание, есть сила. Но вот честно говоря, если об этом поглубже подумать, то это только на земле существует. Потому что не на земле просто есть энергия. И вне земли, да даже на земле можно выйти в форму андрогинного сознания, это будет идеал человека. Когда мы выходим из программ пола. То есть мы немножко деградированы тут, потому что мы разделяемся. Да, мы деграданты на земле, и мы поверили во разделение всех полярностей. То есть полярности условий этой игры, вверх-вниз, твердое, мягкое, понятно, все это есть. Живое, мертвое, это как бы в этом суть этой планеты. Но мы сами, как игроки, мы можем помнить, что есть другая сборка и другое восприятие реальности. И когда мы становимся более утонченными, мы начинаем... Это даже можно заметить по многим сильным, если говорить практикам, мужчинам, например. По ним видно, что в них очень много женского становится. Они более плавные, становятся более текучие. Вот, то есть все-таки есть некая энергия, неважно, как ее назвать, которая... В теле через тело становится, начинает иметь характер. Это фишка земли. Если мы говорим про землю, на земле существует мужская и женская. Ну, как сказать, энергия, а не энергия. Это не энергия, это как свойство энергии. А когда мешаются разные энергии с разными свойствами, если с мужскими и женскими телами... Ты имеешь в виду про трансвеститов? Ну, про трансгендеров, трансвеститов, да, тех же и так далее. Де, которые там меняют пол сейчас. Ну, и в целом женоподобные мужчины, наоборот, очень, как это сказать, мужеловатые женщины. Это нормальная часть природы? Или, типа, так не должно быть? Или есть ли вообще какое-то понимание, как должно быть здесь, на земле? Как должно быть, нет такого понимания. Может быть, как угодно. Но вот эти истории, это уже совсем деградация. То есть, если человек говорит, у меня нет пола, я и мужчина, и женщина, это высшая ступень сознания, как бы, духовного существа, когда он понимает, что он сочетает в себе оба начала. Когда он говорит, я мужское начало, или я женское начало, это уровень земли. Если мы говорим, я по ошибке, это ошибка. Это уже, как бы, видимо, где-то произошел какой-то сбой конкретного духовного существа. Может быть, там энергия окончилась, как бы, когда он создавал это тело, или еще что-то. Какой-то сбой произошел. Это не является естественным и не является правильным, потому что это уже как следствие того, что это какая-то ошибка. Но человек говорит, я хочу поменять, потому что это неправильно. Я хочу вот так. Это уже позиция, можно сказать, жертвы. Ну, значит, здесь уже надо смотреть, почему это произошло, в какой момент, для чего это произошло. Это может быть цивилизационное. То есть мы деградируем сами, как мужчины и женщины, своих отношений между собой, и появляется новый вид, который, как бы, это подтверждает вообще все запутанно, перепутанно. Сейчас среди человечества ты имеешь в виду эволюционная история такая. Да, да, да. То, что мужчинам и женщинам сложно выдерживать эту поляризацию. То есть женщине быть чисто вы, мужчине чисто в я, быть там к друг другу благородными, быть друг к другу в этике. И всегда в своей каком-то понимании. И от этого происходит вот этот вот, уже, как бы, я хочу вот этот вот. И вот это смешение и создает далее, впоследствии. А откуда ты можешь знать, что это не высшее я того самого человека, сказала ему, он запрашивал, как ты в свое время запрашивал ответы про комментарии. Он также запрашивал, ему реально плохо в своем теле, в своем гендере, например. Или он решил, что виной его страдания его гендер. Он обращается к высшему я, высшее я ему говорит, поменяй пол. Почему такое невозможно? Высшее я никогда такое не скажет. Если мы только не будем говорить, что это какой-то супер один человек, которому надо показать пример для всего человечества, для чего-то быть прецедентом. Ну, то есть там своя, очень такая специфическая этика. Но то, что, ну, я поясняю, смотри-ка, то, что естественно, то естественно. То, где я занимаю позицию, кто-то виноват, это ошибка природы, это ошибка Бога, это позиция уже нездоровая, это позиция жертвы. Что-то произошло, что я не контролирую. Я не контролирую свой, то, даже то тело, в котором я пришел. Понятно, то есть тут ответ на шаг назад вообще можно смотреть. Курс вечный — это мой дар тебе. Ты искала эти знания много жизней, но раз за разом проигрывала, жалко цепляясь за временное. Ты искала счастья в любви, бабках, вкусной жрачке, красоте, сексе, семье, ребенке. Ну и как? Интересно быть конечной? Знаешь, во что бы ты ни играла, что бы ни любила, и к чему ни подбирала волшебные таблетки? Все игры конечные, кроме твоего пути в духе. Пора разбудить вечность внутри себя. Я принесла эти знания для тебя и миллионов жителей нашей планеты, опутанных сном, но еще способных к восхождению. С помощью моих практик ты познакомишься со своим духом, узнаешь, как совершать проходы в подсознание и очищать его. И наконец-то поймешь, кто ты есть на самом деле и где находишься. На вечных ты сможешь узнать себя настоящей, такой, какой не знала себя никогда. Да, кто ты, кусок мяса, бот, расходный материал матрицы или вечный духа, пробужденный игрок, божество, выбор за тобой.